уважаемые дамы и господа и наконец мы переходим к нашей излюбленной техники локтевой опять некоторые есть новшества придуманная олегом алаха гудвином благодарим его за это и вот мы смотрите разжали уже до позвонки вот эту декомпрессию сделали и сразу же переходим незамедлительно к технике локтевой я локтем всей рукой смотрите врезаюсь и прокатываюсь до самого локса вдоль гребля подвздошной кости во первых я в данном движении не касается позвоночника ни в коем случае я прохожусь мимо но движение такое получается очень глубокая как будто бы туда ныряю так вот я даже назвал нож входит в масло то есть вот так вот попробуйте посмотреть может быть сбоку с той стороны было понятно как это происходит вот отсюда еще раз показываю значит размяли да и сразу же не отрывая рук переходим другую технику ныряем всем корпусом всем телом туда глубоко видите я всем телом внедрился там как бы стараюсь его под зону тазовую до кости отделить от ребер и от тканей верхнего корпуса тела внедрился далее прохожусь по ягодицам сразу локтем здесь как можно во первых может просто на рукой до можно с утяжелением то есть ладони уберете руку да и как бы давите на этот локоть или может просто за кулак схватиться и удавите до чтобы было еще сильнее продавили как следует до мышцы большие поэтому можно работать очень грубо даже касаясь вот эти здесь вы касаетесь фоксом косточек да то тоже ничего страшного в принципе это бывает не больно не больно да вот заканчиваем движение вот на этой точке вы смотрите я вам сейчас нарисую как мы это проделали мы вели локоть вот так вот да как бы разделили зону вот на эту сторону и на это да можно было их раскрепостить далее заканчиваем движение концентрическим кругом раз два три четыре основе этот точек это . где где но такой там выступ есть вы даже вы можете прощупать пальцами где гребень подвозжных костей заканчивается да и переходят вот этот крестец вот здесь закончили да и на этом месте устанавливаете локоть смотрите внимательно дальше да и он установлен по целых градусов к тазовым костям это делать для того чтобы мы продолжили нашу декомпрессию в этом и есть фишка этого мануального массажа то есть мы ее вибрируем опять будут воздушные кости в ту сторону видите подталкиваем как бы разжимая тело в верхнюю часть корпуса и нижнюю да потом вот в этой кости когда мы в нее уперлись например такая ямка будет да можно даже подстучать туда в данном случае у вас рука как молоток да ой как ну такой вот инструмент используется а вторая рука как океанка вот так существует достаточно жестко кулаком да со всей силой тоже не лупите особенно если у человека есть грыжа в этом поясничном области да грыжа поаккуратнее просто удар должен быть гораздо мягче чтобы смягчить я зажимаю вот так вот немножко запястьями друг по друга постукиваю такие получаются мягкие шлипочки и сразу возвращаюсь назад и иду вперед делаю вот такие спиралевидные движения локтем вдоль пары вертебральных мышц заканчивая их на плече и назад возвращались с вибрацией чтобы было вибрация легче я вот этой другой рукой противоположной раскачиваю локоть еще раз показываю что у нас получилось остановились вот на вот этой вот точке да и от нее пробили и и до вот так вот опять разжав провибрировали вот так а дальше идем вот в эту сторону видите мы разжимаем звонки вот в эту сторону так снизу вверх снизу вверх снизу вверх снизу вверх снизу вверх идет декомплексия видите ни в коем случае не в обратную сторону закручивается локоть продолжаем наше движение тем что провибрируем обратно да и можно еще раз пройтись вот так да снизу вверх и превращаем нашу руку в рубанок она стала вот полностью на всю локтевую часть на предплечье до оставляем большой палец и это очень похоже реально на рубанок слесаря да вот мы держим все когда за рубанок да и стругаем вот так вот да берем стругаем продольными большими движениями можно закруглить их можно целиком захватывая мышцу ответить мы уже захватом смотрите вот всю вот эту часть до берем и поднимаем и разглаживаем и очень широкие движения ведь у меня работает весь корпус если вам неудобно за пальцем держаться да может за кулак придерживаться также и вот тут мы всю ягодичную область приподняли и разгладили лопатку разгладили и как можно быстрее энергичная работа корпусом видите растягиваем все вот эти мышцы вот эти вот очень часто закрепощены вот эти все в грудном отделе мышцы заканчивая движение можно расцепить свой рубанок да и в противофазе вот этой рукой вдоль шеи и петербург на ведение шеи до поднимаю вот это вот это петербург на мышцы то есть и только приподнимаем а это опускаем поднимаем и опускаем и запомните мы делали да вот валики однако подавали другой растирали точно так же у нас получается локтем одним локтем подаем другим растираем даем мастерами эти большие широкие движения получается подали растерли подали растерли переходим в ко второй руке второй рукой продолжаем эти движения дело дальше могут быть они вот такие вот взятые из тайского массажа из каких-то гавайских техник массажа целиком меняем руки и захватываем все тело испанские техники массажа вот такие и продолжаем наше движение с декомпрессии позвоночника таким образом вдоль позвонка позвонков мы устанавливаем как бы лодочки такие раз раз для парусной регаты лодочки как я устанавливая как бы внедряюсь в тело и раздвигаю до внедрился и раздвинул вот этими вот косточками где мизинчик заканчивается примерно внедрился и раздвинул внедрился и раздвинул и раздвинул поставили наши я всегда вдоль берега и начинается регата теперь мы внедряемся всей ладонью переходя в локти и раздвигаем локтями получается как бы яхта запустилась да и за ней пошел шлейф вот этого волн шлейф волн внедрились и раздвинуть ни в коем случае камеру нельзя боком поворачивать еще раз показываю внедрились и раздвинуть запустили нашу яхту то есть у нас получает движение вот такие внедряемся раздвигаем внедряемся раздвигаем также мы делим часть нашей спины на условно говоря раз два три четыре потом на раз два три потом на раз раз запустил два запустил и запустил 4 запустил да теперь раз два широко три по одному проходу каждого сделаем теперь на две части раз тут подключается ягодица мы обязательно тоже берем отводим в сторону и 2 астана закачиваем движение на шее мягко прокатываю шею есть такие техники роллинг массаж когда мы как бы наши плечи превращается ролик прокатываем то же самым делом на шеях прокатывая в этой технике прокатывать прокатывать такие прокатки да но в данном случае нам интересна шея этого достаточно приятно потому как бы так вот обнимаем мягкого дней проходим купаемся рукой также вот можно вот эти вот запускать лодочки да не просто прямым движением а еще вот так можете руки назад вот такие у нас ролики получается мы такие вот спиральки рисуем барашками да и заканчиваем 5 с этими мануальными техниками нашими раскресения позвоночника и покачивая его тем что опять внедряемся обоими руками вот эту область между поясницей и крестцом устанавливаем один локоть на вот эту косточку покажу вот так вот да второй локоть близко близко и отводим обе руки в разные стороны но вот эта рука который к голове она быстрее движется а это практически на месте отводим и так вот вибрируя вибрируем мы противофазе так вот разводя руки то есть нам нужно добиться следующего вот позвоночник наш да он здоровый тогда когда он как змея все сочленения но подвижность двигаться передаваться выше если какой-то где-то из блок соответственно движение дальше не идет поэтому нам сейчас важно эти все блоки снять и растрясти мы берем по сути вот так вот вот так вот растрясаем относительно друг друга локтями понимаете да вот так мы его растрясли в разные стороны достаточно одного прохода для этого и далее идем на то что просто растягиваем позвоночник вертикально вверх тело там горизонтально лежит но мы имеем ввиду когда вертикально к голове вот тут уже техника бульдозера включается так мне клиенты отзываются об этом то есть держа руку на вот это подвздошной косточки до насыщение я весь позвоночник стараюсь высунуть вверх вторым локтем упираюсь конкретно на весь всем весом тела но опять же вы смотрите внимательно чтобы локоть ваш остренький не касался сосисках отростков ни в коем случае нельзя касаться позвоночника и мы берем силой надавливая всем весом вытягиваем позвоночник вот в ту сторону вектор нашего движения естественно направлен параллельно лбу позвоночника вверх вот я пока не делаю глубоко и сильно но в принципе если человек у вас грузный такой да мужчина такой тяжелый да то иногда прям приходится всем весом у него то что так наваливаться не бойтесь это не страшно это для них даже приятно единственное что аккуратнее с теми у кого бывают ранее перелом ребер может быть да или жесткий стол там он ребрами опирается или ну человек очень старенький пенсионер у него в принципе слабые кости может быть остеопороз даже да то есть перед этим конечно надо спросить у человека готов к таким мануальным техникам или нет и когда это делаю движение то раза три-четыре бывают про хруст позвоночник то есть произошли какие-то расщепления блоков зажимов хрустить недолго позвоночник сразу скажу хрустят и ребра тоже тоже между ними какие-то изощрения то есть все уходит достаточно вот так вот один-два раза так глубоко пройтись техника бульдозера но перед этим я обычно предупреждаю людей прошу вас тоже предупреждать чтобы они работали вместе с вами то есть я говорю на подготавливающем движении вот на этом да я уже начинаем уговорить а теперь мы сделаем тоже самый проход только пожестче пожалуйста давай выдохнем вместе так это говорю выдохнем вместе за это время ставится рука устанавливать сюда и мы я показываю ему сам как нужно дышать он выдохнул я выдохну я продолжаю говорить и расслабляясь 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 а сам этот момент давлю сильнее 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 и тут руку может довести до куда угодно если ну вот где заканчиваются вообще можете шея начинается да но бывают люди у которых лопатки слишком близко или слишком торчат неудобно да тогда вы конкретно по движение просите руку опустить вниз так лопатка более раскрыта получается проделайте то же самое вот на этом эта порция упражнения у нас пока закончена в следующем видеоролик вы узнаете еще кое-что интересное